до студии нового дня завитала уже ведомый вам эксперт стилист нового дня имиджмейкер анастасия боденшук доброе утро доброе утро насенька что же сегодня чем будем удивлять наших женщин мы уже презентовали что сегодня будем выбирать цвета но теоретически мы это рассмотрели сегодня так понимаю у нас будет практика я хочу перейти к практике дорогие наши телезрительницы и рассказать вам как дома домашних условиях вы можете на скидку все-таки но определить направление своей внешности то есть к чему тяготеет больше ваша внешность зимним холодным цветотипом к летним более светлым цветотипом к весенним либо к осенним что вам для этого нужно необходимо найти хорошо прокрашенные цветные драпировки то есть это может быть любая ткань оставшиеся у вас дома платки желательно чтобы они были без блеска все таки шелк атлас не совсем подойдет необходимо сесть утром при хорошем освещении чтобы дневной свет падал непосредственно на лицо можно перед окном это сделать и смотреть рассматривать себя в зеркало самый главный важный пункт без макияжа но наши дорогие модели сегодня не смогли все таки присутствуют без макияжа и так прикладывая цветовые драпировки вы будете отмечать на своем лице как меняется тон кожи как меняется цвет губ усиливается ли радужная оболочка глаз то становится ли цвет глаз ярче виктория а вот ты готова сейчас попробовать на себе новые цвета открыть для себя что-то новое а вообще какой у тебя любимый цвет какогось улюбленного кольору у меня нет но нечедавно белый любила белый цвет у нас в своей веке был в фаворе она его выбирала и для зимы и для лета и для осени и для весны я думаю сегодня на своей помощи мы будем выбирать как разбавить это большое белое пятнышко белый цвет да очень хороший базовый оттенок но его нужно конечно цветовыми акцентами все таки разбавить а себе скажу я очень люблю красный цвет или вот вариации темно-зеленый темно-синий но все такое насыщенное вот мы сегодня с викой будем узнавать подходит ли нам наши любимые цвета или стоит выбрать что-то из вот этой палитры другое хорошо давайте приступим итак мы начнем с красных оттенков почему красный в лице в коже присутствуют обязательно какие-то красные элементы покраснение прищики какие-либо воспаления иногда даже в белке глаз если вот не выспавшийся глазик уставший тоже присутствуют такие красные прожилки самое главное угадать с красным цветом чтобы не подчеркнуть все вот эти покраснения в лице для начала я хочу виктории предложить красный теплый оттенок очень темный насыщенный и посмотреть как отреагирует цвет ее кожи именно с этим красным теплым оттенком я уже но вот я своим посторонним взглядом немножко лицо стало по моему желтее резко полностью согласна с тобой иночка и тут же наши телезрительницы могут сравнить красный холодный оттенок и лицо сразу посветлела выровнялся основной тон лица основной цвет кожи значит уже можно сделать вывод на данном этапе что холодные оттенки больше подходят виктории чем теплые оттенки я тоже хочу узнать какой мне оттенок больше теперь давай под приложим тебе холодный оттенок красный теперь ты эксперт помаду супер и теплый оттенок красный теплый с желтинкой видите да уже в чем разница он более желтый мне тыпе вообще подобоваться опять же можем сделать вывод что вы обе любите холодные направления в одессе а так сразу и не скажешь вот а теперь надо посмотреть по насыщенности какой же все таки красный насколько он темный может подходить вам то что он должен быть холодным это мы уже поняли но красный бывает темнее и красным бывает светлее это оба красных оттенка но видите этот немножечко разбавлен белым тем который любит викторию виктории прикладываем холодный красный темный красиво и холодный красный но светлее с этим оттенком она кажется немножко нежнее гармоничнее да вот самое главное что нужно добиваться это гармонии во внешности не должно заходить платье а затем виктория а должна зайти выспавшаяся отдохнувшая хорошо выглядящая виктория я считаю что более светлый красный больше подходит виктории этот светлый красный оттенок отвечает за цветотип лета а теперь мы уточним у Инны какой же больше темный или светлый подходит Мика давай это темный красный оттенок ну вот вообще очень люблю такой цвет но сейчас попробуем немножко светлее а этот более светлый красный оттенок а мне то и подобает и больше правильно девочки вы на верном этапе я хочу сказать что более насыщенные оттенки и не больше подходит потому что в ее внешности есть больше контрастов что такое контрасты светлая кожа темные волосы уже контраст черного белого все оттенки внешности цвет глаз цвет волос цвет бровей они насыщены в них много цвета у Вики уже видите волосы немножечко светлее цвет радужки светлее даже цвет кожи немножечко светлее чем у Инны то есть уже насыщенности цвета немножечко меньше так и в одежде насыщенность цвета должна быть это в приоритете чем вот это хорошо с красными оттенками немножечко мы разобрались они не усиливают вашу красноту ну ее нет ярко выраженной к сожалению оттенок губ мы определить не можем потому что помада нанесена но я больше чем уверена что Виктории этот красный усиливает все таки естественный цвет ее губ давайте разберемся с зелеными оттенками зеленые оттенки тоже отвечают за некоторую зеленцу находящуюся в нашей лице то есть это стенки венок они тоже бывают зеленые иногда синечковая зона уходит в зеленый цвет поэтому главное чтобы зеленый не усилил негативно как-то уже зеленцу имеющуюся в лице это более светлый оттенок на яке там не позеленило но опять же лицо стало такое бледненькое бледненькое но цвет кожи ровнее да это не значит что Виктория будет ходить только в этой блузке это значит как ее кожа как ее внешность реагирует на данный цвет и вот этот оттенок нет предыдущая мне кажется такая сумненькая стала опять лицо пожелтело почему-то и этот цвет немножечко опять же задавливает ее своей насыщенностью то есть опять зашло платье Викторию мы рассмотреть не можем хочется узнать какой же у нее цвет глаз какой у нее цвет губ какая у нее улыбка а мы смотрим только на темное зеленое платье то есть опять же склоняемся в сторону светлого зеленого оттенка а под глазки даже больше вот этот цвет идет сразу глазки такие яркие выразительные ярче да стали то есть радужка уже ловит свой цвет параллелит скажем так светлый оттенок лучше то есть выбирая светлые оттенки Вика пошла по правильному пути да главное чтобы они были холодные итак светлый оттенок для Инны зеленый теперь узнаем подходит он мне или нет или можно выбросить нет тоже неплохо однозначно неплохо для блуз для каких-то рубашек но как внешность реагирует на насыщенность мы же хотим узнать по насыщенности а здесь да очень хороший такой благородный насыщенный оттенок то есть твоя внешность его несет насыщенности цвета хватает то есть спокойно можно одевать зеленый пиджак и предыдущую такую светлую блузочку то есть изумруд рубин все драгоценные камни драгоценные цвета это мое но насыщенность цвета у тебя должна преобладать в одежде то есть если будут такие пиджаки такие рубашки такие платья только твоя внешность потеряется поэтому их нужно комбинировать темное светлое то есть внешность контрастная сочетаем контрасты светлого и темного отлично теперь все знают что даровать советские на новый рейк да это был посыл мужу дорогие зрительницы желтые драпировки тоже находите любые платки желтого оттенка в данном случае мы прикладываем лимонные оттенки кстати я хочу сказать что желтый цвет очень сейчас будет популярным потому что год желтой собачки и все девушки сейчас в поиске желтого платья но не все знают как подобрать его правильно потому что выглядеть желтым пятнышком тоже не хочется вот смотрите желтый теплый видите солнышко а это уже желтый лимонный такой выбеленный лимончик с зеленцой мне лимончик больше нравится то есть солнышко такое ярко выраженное теплое не подходит потому что холодный потон кожи холодный потон волос а вот лимонный светлый уже лучше лимонный он с зеленцой небольшой мне нравится какой контраст сразу позже происходит глаза по-другому играют не будь как можно работать дома девушкам вы можете листать теплые и холодные оттенки и вы сразу увидите как меняется цвет кожи а теперь холодный желтый но уже насыщенный ух ты ой красиво много цвета он достаточно яркий в принципе вот на данном этапе этот светлый желтый оттенок Виктория тоже может нести то есть мы можем сказать о том что блузка ее он не перекрывает не перекрикивает да мы можем оставить ее нет никаких ярко выраженных желтых таких нюансов в лице скажем так которые хотелось бы сгладить спокойно можно носить желтую блузку дайте же я попробую а вот мне интересно как с теплым оттенком желтого 50 оттенков желтого перед новым годом что стоит как девочка ну желтит кожа желтит однозначно то есть слишком теплый слишком много песочного оттенка а давайте лимоны насыщем так лимончик все лимоны очень люблю намного лучше намного лучше освежает ярче внешне стало да глазки заиграли так давайте поговорим о синих оттенках фиолет говорят будет очень моден этой зимой думаю сейчас до него тоже дойдем это оттенок синевых такой плавно входящий в сиреневый вот посмотрите Виктории я прикладываю холодный синий но он светлый как играют глаза да глазки сразу яркие а это темный синий мне предыдущий нравится больше с этим цветом она гармоничнее то есть она плавно вошла в этот цвет блузка платье да этот цвет опять же доминирует так не должно быть а если мы приложим более теплый оттенок ну он тоже темный конечно но теплый в нем уже есть такая желтинка но тоже глаза сразу стали ярче так с каким лучше так первый цвет все таки лучше все таки первый да потому что этот теплый а этот холодный да холодный выигрыш Инна да я уже готова темный синий мой любимый цвет почти любимый любимый посмотрите какой да насыщенный он кстати очень хорошо гармонирует и с красными ногтями и с зеленым платьем потому что все эти три цвета это первичные цвета они очень насыщенные у них нет белого у них нет серого а теперь высветлены ну тут уже потерялась нежно да Виктория согласна? тем было гарниш почему это для блузок можно оставлять но пиджаки платье и верхняя одежда должна быть все таки такая то есть если ты пальто пошьешь вот такого оттенка ты в нем будешь теряться тебе постоянно нужно будет докрашивать макияж чтобы было ярче искать какие-то аксессуары яркие насыщенные допустим шарфики сумочки обязательно какие-то броши потому что зрителю будет мало тебя ну не будет видеть твоей сущности а вот Виктории как раз лучше пошить пальто вот такого оттенка у меня будет достаточно да для тебя это будет хорошо ну это очень красивый припыленный благородный такой аристократический оттенок Инна фиолетовый просила да? очень хочется тоже один из любимых цветов у меня вот такого цвета сейчас скажу сколько три платья отлично похвасталась это был удачный выбор насыщенный холодный фиолетовый насыщенный и уже более высветленный мне кажется немножко ей сразу красноту почешку сразу румянец появился на щеках которого до этого не было и вот это кто-то мне нравится больше ну как ни крути темные оттенки все-таки ее перекрики идут впереди поэтому лучше более светлые оттенки цветотип лето ну как бы мы не гадали на картах лето ты наше наверное Майя Билла если Витька обрала ну тебе круто я знала какая-нибудь курточка да опять же пальто ну для верхней одежды это идеальное сочетание ну такая ну блузка рубашечка но опять же просит сверху добавить какого-то насыщенного оттенка да опять же пиджачок этот пиджачок и вот эта рубашка а ну сейчас примерим да вот так можно разрешаем эксперт одобрил и коричневые оттенки и коричневые оттенки они тоже отвечают за некоторые моменты в нашей коже уже мы будем преимущественно распространяться ну синячковые зоны и так далее тоже никто не отменял итак какой же все таки офисный пиджак выбрать у меня такого цвета пиджак холодный коричневый оттенок да или вот этот викинг конечно в светлый цвет лучше вы не забывайте что коричневые есть еще и такие оттенки пиджаков горячим это косутня а ну скажите не дай бог на нее подходить ну симпатично но этот цвет лучше этот благороднее да этот неплох имеет место быть но если ты хочешь как говорят выглядеть очень благородно гармонично все таки с этим оттенком лучше вика сегодня у нас с тобой шопинг покупаем себе одежду по цветам я примерю итак темный итак вот такой пиджак да есть есть и скажите что он не идет а светлый так не потребен не дайте это супер подождите а этот теплый коричневый оно нет холодный вот этот холодный коричневый пиджак все можно отправлять смело на переговоры в ООН за мир во всем мире итак мы делаем выводы что чем больше светлых и холодных оттенков то вы относитесь к цветотипу лето чем больше как лето вы можете носить насыщенные оттенки холодные в которых много цвета насыщенности то вы цветотип зима причем цветотип зима это единственный цветотип которому стилисты разрешают носить черный цвет все все-таки черный цвет не можно спасибо тебе настежь за то что научила нас правильно подбирать цвета я думаю наши телезрительницы на нашем примере тоже теперь могут подобрать то что им подходит я думаю даже выбирая где-то в магазине вещь уже с легкостью можно будет просто к себе прикладывать и понимать на что стоит обращать внимание чтобы понимать на сколько эта вещь будет тебе идти или наоборот спасибо большое тебе спасибо нашей Виктории за то что сегодня тоже помогла нам своей прекрасной внешностью дополнила наш диалог в сфер-су-су-су-су-су-су-су-у-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-с